Канцпарк. Магазин канцелярских товаров, широко известный в России, открылся в Первоуральске. Для предпринимательницы Александры Гигаури это уже третья торговая точка в городе, открывая которую она решила пойти на эксперимент, приобрела бизнес по франшизе. Помимо права работать под брендом компании, Александра может использовать готовую бизнес-модель, технологии и опыт федеральной сети. В Первоуральске Канцпарк находится в торговом центре «Первый» на Береговой. Это крупнейший поставщик канцелярских товаров в России, номер один. Соответственно мы работали с ним и знаем какое качество товаров, то есть ассортимент товара. Дальше еще какой плюс, это в том, что есть своя система лояльности покупателей, есть специальные дисконтные карты для разных слоев населения. Далее это сопровождение и помощь на разных этапах открытия и далее функционирование, то есть поддержка нас постоянная. Франчайзинг только набирает свою популярность в регионе, а потому таит для предпринимателей много подводных камней. Помочь обойти большинство из них готовы в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Здесь работает проект под названием «Бизнес-дата». Вы очень смелый предприниматель, несмотря на пандемию и все коронакризисы, вы открываете бизнес по франшизе в самый такой сложный, наверное, момент. Поэтому я желаю вам процветания, вам, вашему бизнесу. Представители фонда присутствуют не только на открытии магазина. Специалисты сопровождают коммерсантов на всех этапах – от идеи до воплощения. Помогают не только словом, но и делом. Могут предоставить государственный льготный займ. Одно из преимуществ вот этой вот программы – это как раз доступ к финансовым инструментам поддержки, по льготной ставке. Она у нас всегда равняется ставке Центробанка. Вот сейчас 6-75% годовых. И предприниматели, в том числе начинающие, в том числе те, которые открывают бизнес по франшизе, они могут этим воспользоваться. В фонде поддержки предпринимателей признаются, а прошлый 2020 год выдался по-настоящему трудным для всех, в том числе и для бизнесменов. И здесь особенно рады тому, что в Первоуральске появляются новые коммерческие проекты. Сейчас к открытию готовятся еще три таких по франшизе.